МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Самый весенний праздник учителей и воспитателей поздравили с Международным женским днём. Сотрудники ГИБДД провели традиционную акцию, приуроченную к 8 марта. Спорт – норма жизни. Хоккейный клуб Саров-2008 победил в шестом туре первенства ПФО. Далее расскажем обо всём подробно. Кража со взломом. Неизвестные в масках в 3 часа ночи вскрыли дверь магазина электроники и бытовой техники. Они украли более 200 тысяч рублей наличными и забрали с собой ещё на 80 тысяч товаров. В 3 часа 42 минуты они покинули магазин с похищенным. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейские устанавливают личности преступников и всех, кто может быть причастен к ограблению. Чем ещё запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Любитель лёгкой наживы под покровом ночи решил взорвать банкомат. Для этого мужчина изготовил самодельную петарду. Он зашёл в помещение, где стоят терминалы и взорвал снаряд. Но план не сработал. Самому банкомату, по сути, никакого вреда не было причинено, потому что там только краска немножко покололась, то что силы снаряда не хватило для повреждения. С самого горе-взрывотехника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники правопорядка устанавливают его личность. Преступный план других правонарушителей сработал, и неизвестные присвоили себе 260 тысяч рублей. Инкассаторы забрали дневную выручку с почты и отвезли в банк. Проходит определенный промежуток времени, там полдня. Начинают эти деньги все разбирать, упаковывать, и получается, что 260 тысяч нет. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, на каком именно этапе пропали деньги, и установить круг подозреваемых. На данный момент проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 Уголовного кодекса. Неспокойно было и на дорогах. За прошедшую неделю сотрудники госавтоинспекции зафиксировали 11 ДТП, обошлось без пострадавших. Девять водителей было задержано в состоянии алкогольного пенения. Два из них повторника, так называемых. По обоим случаям уже были возбуждены уголовные дела. Один из них, вот из повторников, он уже повторник-повторник, он был задержан еще за управление транспортным средством. Состояние алкогольного пенения повторно, в те выходные и праничные дни, которые были. Одного нетрезвого водителя выявили с помощью жителей города. Он соориентировал сотрудников ГАИ, и те оперативно задержали пьяного водителя на марке, который уже сбил фонарь. Не справился с управлением, выехал за пределы правильной части и совершил наезд на световую опору. Благополучно ее деформировал и попытался сместить ДТП скрыться. Но был задержан сотрудниками Росгвардии. В отношении 60-летнего водителя готовятся материалы по трем административным делам. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, умышленное повреждение световой опоры и скрытие с места ДТП. На двух собственников транспорта составили административные материалы за то, что они передали управление своими машинами пьяным друзьям. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. Самые теплые пожелания и слова благодарности прозвучали в адрес педагогов и воспитателей на торжественном вечере в Доме учителя, приуроченном к 8 марта. Гостей праздника поздравили представители Думы и администрации. А директор Департамента образования вручила грамоты отличившимся сотрудникам. В преддверии 8 марта в Доме учителя ежегодно поздравляют школьных педагогов и воспитателей детских садов с праздником весны и прекрасной половиной человечества. Заместитель главы администрации Сергей Лобанов отметил, что женщины вносят неоценимый вклад в обучение юных саровчан. Те достижения, которые есть у города в системе образования, в первую очередь они связаны с женщинами, с тем трудом, который вы делаете. Поэтому слова огромной благодарности за ту работу, огромную, созидательную, которую вы проводите у нас в системе образования. Вы всегда рядом, вы всегда с учениками. Выдающихся учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Наталья Ожиганова работает педагогом-психологом 17 лет. Женщина активно применяет современные технологии и подходы к формированию и развитию личности школьников. Детям это нравится, они понимают, что это результативно, им интересно что-то новое. То, что работает на развитии их успешности, как личности, как школьников. И, конечно же, они с удовольствием выстраивают свою индивидуальную образовательную траекторию под нашим профессиональным, скажем так, педагогическим руководством. Праздничный концерт «Добрая традиция», которую в этом году продолжил коллектив школы номер 7. На протяжении нескольких месяцев он продумывал программу и репетировал номера. Мы же понимаем, что женщины – это что? Женщины – это буквально, во-первых, наша помощь и опоры, без которых мы патись не можем. А во-вторых, это тот изящный сосуд, это тот хрупкий сосуд, который может беречь, холить или леять. Вечер получился насыщенным и разнообразным. Песни о войне, сценки из школьных будней, стихи и вальс в исполнении учеников и преподавателей седьмой школы подарили присутствующим заряд положительных эмоций. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Саровская полиция напоминает о возможности получить государственные услуги в электронном виде. На едином портале госслуги.ру можно подать заявление на выдачу справки о наличии или отсутствии судимости, представление архивной справки МВД, выдачу или замену паспорта гражданина РФ, замену водительского удостоверения или регистрацию автомобиля. При оформлении заявления в электронном виде на оплату госпошлиной действует скидка 30%. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове стартовала благотворительная акция «Пасхальные дни милосердия». Ближайшие сборы пройдут 13 и 14 марта в торговых центрах «Атом», «Плаза» и «Куба». Волонтеры центра «Радость моя» будут принимать пожертвования для ребят с ограниченными возможностями здоровья и других нуждающихся. Саровчан призывает сообщать в правоохранительные органы о фактах незаконного распространения наркотиков. В прокуратуре напоминают, что рассказать об этих преступлениях можно и анонимно. Для этого достаточно опустить сообщения в специальный ящик. Всего в городе их семь. У проходных первой и третьего завода, 21-й площадки и 87-го здания, а также в вестибюлях Первый, детский поликлиник и торгового центра «Плаза». В этот четверг на площади Ленина пройдет очередной сбор помощи для животных из городского приемника. Неравнодушные саровчане могут принести сухой корм педигри и вискос, чистые полотенца или постельное белье, ветеринарные препараты, моющие средства. Все это можно будет передать волонтерам 12 марта в 19 часов. Те, у кого нет возможности прийти на сбор, могут передать помощь в магазин «Лемур» в торговом центре «Куба». Также все можно принести сразу в приемник по адресу улица Зернова, 24А. Телефон для справок 6-12-10. 10 марта горожане сообщили в нашу редакцию о том, что на улице Зернова стоит вода. Как оказалось, дело не в прорыве трубы, а в тайне снега. Вода течет с района аэропорта, гаражного кооператива и комбината благоустройства. Угрозы подтопления пока нет. Вопрос держат под контролем в департаменте городского хозяйства. Цветы для «Автоледи» сотрудники Саровской госавтоинспекции провели на дорогах нашего города традиционную акцию. Они поздравляли женщин-водителей с весенним праздником, желали представительницам прекрасного пола здоровья, любви и красоты. И вручали розы. Подробности в следующем репортаже. Поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю вам всего самого хорошего. Спасибо. Как у нас в ГИБДД говорят, не гвозь я вам, не жезла. Это Моссаровская наша дорога. Спасибо вам огромное. Поцеловать можно? Да. Спасибо. Очень приятно с утра принимать поздравления от наших красивых мужчин. Всего им хорошего. Здоровья и к женам, счастья и к семьям. Хмурое утро праздничного дня украсли улыбки женщин-водителей. Сотрудники ГИБДД в рамках традиционной весенней акции, приуроченной к 8 марта, вручали автоледи «Красные розы». Погода сегодня весенняя. Настроение должно быть у всех хорошее, в том числе и у женщин-автолюбительниц. С самого утра сотрудники госавтоинспекции поздравляли женщин в трех точках. В районе КПП номер 3, на перекрестке проспекта Музруково и улица Строитель Захарова и на площади Ленина. Это очень приятно, неожиданно. Я, честно говоря, думала, что меня останавливают в очередной раз за разговор по телефону, но вот оказался такой приятный сюрприз. Приятно. Для саровчанок стражи даро подготовили около сотни роз. Получая из рук начальника ГИБДД цветок, женщины не скрывали улыбок и от души благодарили. Спасибо большое. Какой вам подарок? Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 С 11 по 14 марта Саров вновь принимает участие в акции «Открытая премьера 2021 года». Которая пройдет по всей России в рамках 25-го открытого российского анимационного фестиваля. Саровчан приглашают в городскую художественную галерею, где будут показывать фестивальные мультфильмы. После просмотра зрители смогут проголосовать за понравившуюся работу. Эти голоса учтут при подведении итогов в Суздале 16 марта на закрытии кинофестиваля. Акция «Открытая премьера», которая пройдет в художественной галереи с 11 по 14 марта, хорошо знакома саровчанам. Уже четвертый год подряд наш город присоединяется к открытому российскому фестивалю анимационного кино. Он проходит по всей России и знакомит жителей страны с новыми работами отечественных мультипликаторов. Все анимационные фильмы разбили на шесть программ в зависимости от возраста зрителей. В этом году в шестилетней программе отдельная программа «Союз мультфильма». Мы увидим новое совершенно «Простоквашино», мы увидим новые серии полюбившихся сериальных мультфильмов. Есть что посмотреть и взрослым зрителям. В программе для лиц старше 12 лет заявлен анимационный фильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». Эта короткометражка входила в лонг-лист премии «Оскар» в этом году. Помимо этого заявлено много студий. Московских, питерских подключились уральские киномастера. Много будет работ от будущих выпускников в ГИКа. То, что касается взрослых программ, это фильмы, которые мы называем авторской анимацией, сохраняющей традиции лучшей анимации нашей страны. Все-таки показывается особенная анимация, уникальная анимация, а не серии из уже знакомых больших сериалов. За понравившуюся работу можно проголосовать. Голоса соровчан учтут при подведении итогов фестиваля. Посетить показы в художественной галерее можно бесплатно. Подробная информация по телефону 702-87. Программа опубликована в группе учреждений ВКонтакте. В Ледовом дворце прошел очередной тур первенства Приволжского федерального округа среди юношей 2008 года рождения. Хоккейная команда соров не проиграла ни одного матча в шестом туре и одержала заслуженную победу. Подробности в следующем репортаже. В заключительной схватке в рамках шестого тура первенства Приволжского федерального округа по хоккею с шайбой среди юношей до 12 лет сошлись клубы соров и моторы с заволжья. В первом периоде гости захватили инициативу в свои руки и распечатали ворота хозяев на первых минутах. После забили еще одну шайбу. Сначала игра начиналась хорошо, равна была, потом мы вышли вперед, произошли соперника в некоторых ситуациях и поэтому забили, используя их ошибки. В следующем периоде мы расслабились, можно сказать. Подумали, ну сейчас мы их выиграем, скорее всего, но не получилось нам, все-таки забили одну шайбу. Судьбу игры решил третий период. В начале игрового отрезка команды обменялись сразу двумя шайбами. За три минуты до конца игры соровчанам все же удалось вырваться вперед. В надежде отыграться гости кинули все силы на атаку и сняли вратаря. В результате хозяева льда загнали шайбу в пустые ворота. Итог матча 6-4. Задача выполнена, так что молодцы ребята проявили себя, проявили сегодня конкретно в игре, проявили характер. То есть отыгрывались, отыгрывались и в итоге дожали соперника, хорошего соперника и вырвали победу. Всего в первенстве приняли участие четыре команды. Каждой из них предстояло сыграть друг с другом по три игры. По итогам соревнований четвертую строчку заняли спортсмены из набережных Челнов. Третьими стал мотор из-за Волжья. Серебро досталось саранским хоккеистам, а золото взяли соровчане. Отборочные туры первенства Приволжского федерального округа по хоккею с шайбой среди юношей до 12 лет закончились. Теперь нашим спортсменам предстоит защищать честь города на всероссийском турнире, который пройдет в конце марта. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!